Волейбол А проигравший спускается, будет играть за пятое-восьмое место. Игра очень принципиальная. Эти Амга и Мегина-Кангаласы испокон веков соседи. И, как говорится, сельский болитбол выходит, начало имеет развитие в этих улусах. Сегодня мы покажем в эфире три четвертьфинальные игры у мужчин. А после обеда будем снимать женские четвертьфиналы. А пока у нас первая партия и первое очко остается за командой Мегина-Кангаласского района. Это был брейковый мяч. Очень позитивный прием. Двойной блок у Мегинцев работает. И на подаче будет продолжать Максим Попов вводить мяч в игру. Видим атаку Амги со второй зоны. Пас для диагонального был чуть низковат. И наткнулся на двойной блок. Очень грамотный. Скидочка по линии была. Слабая доигровка. Пас был с глубины площадки. И за счет спокойного розыгрыша мяча связка подняла зонную атаку. В третьем зоне. И с трех метров спокойным накатом до пола. 2-1. Невынужденная ошибка нападения. Мяч в ауте. Это была возможность хорошо заработать. Отвести надо было. Направление выбрал правильно. Я просто не попал на площадку. И на подаче команда Амгинского района. Практически идентичная ошибка с предыдущим розыгрышем. Возможно связующему игроку Василию Афанасьеву уже начать пробовать другие варианты. Сейчас опытный в связке. Он играл с юношеской слез сборной республики. Подающий надежду. Сейчас является действующим членом сборной республики Саха-Якутия. Второй перезер Дальнего Востока. Но вот доводки. Доводка была очень отдаленная. И Василию пришлось просто перекинуть. И заработать очко. Мяч в свою пользу. 3-3. Чтобы потом самому ввести мяч в игру. Тоже в четвертой зоне. Атака смазанная. Отведенная. Блок успел. Миргун сделал передачу с глубины площадки. И высота передачи была. С утра Амгинцы. Пока не нашли свою игру. Это предстартовое волнение. Родные стены. Ответственность. В первых двух днях, игровых днях, наши спартаки, спартаки, да. Амга первую партию характерно всегда проигрывал. И первой партией у Селданца. Первой партией Нюрингринца. Но потом, как бы, заслуженный тренер нашей республики Александр Романов. Находил нужные слова и две победы. Умеет настраивать своих ребят. Я считаю, что Амга должна быть полуфиналом. Является объективно сильнейшим. Негласным фаворитом, да, игроком. Да, да, негласным фаворитом. Ну и, как говорится, большому кораблю для разгона дольше времени, может быть, нужно. Нет, но это волейбол. Мегинцы. Вот, посмотрите на лица мегинцев. Как может такая команда проигрывать вообще, да? Нет, но это ребята молодые, но игравшие в сборной в Детях Азии. Некоторые ребята. Амга, сборная Амги. Образца детей Азии 2008 года. А Мегина Конголас сейчас игроков играла в 2016 году. Задор молодых, да? Вчера ребята дали очень достойный отпор команде Ленского района. Мегина Конголаски проиграли 1-3. И вот сегодня со второго места вышли в группе. Сегодня попали на фаворитов игр. Будем так говорить. Не побоимся этого слова. Хотя Александр Накенчевич с утра был очень осторожен в комментариях. Сказал... Счет показывает 7-3. 7-3. Мегина Конголас подает. Ну, у нас по рекламе то игра из пяти партий. Все по стандартам, по мировым стандартам. Излюбленная игра Мегинца. Это вот на коротке, на метре, зонная атака и прострелы. Ну, и все поколения Мегинцев играют очень сцепко в защите. Они вот... Среднее поколение, старшее поколение. Ну, виртуозы защитных действий. Очень правильно выбирают место площадки. Да, и это изюминка Мегинского волейбола. Это защита. Ну, не сказать, что защита Амги тоже хромает. Там очень все серьезно. Нергун Иванов во всей красе будет сейчас на позиции Либера зажигать. Темповое таки до игровки. Да, игрок четвертой зоны. Рано зашел, по темпу не попал. Ну, и залез под мяч, и такой мяч в ауте. Далеко в ауте. Ну, не характерно. Здесь надо было осторожно сыграть. Блок спускался. Можно было просто накатить. Он, может, ждал еще более короткую прострельную передачу, да? И чуть быстрее зашел. Да. Да и счет уже. Выравнивается. Амга в игре. Один мяч. И вот. Василий Бочкарев на подаче. Позитивного приема нет. Эйс, можно сказать, да? Ошибка приема. Мяч улетает в свою сторону. В сторону аута. И Либера не достает. Хотя. 7-7. Стартовое волнение уже прошло. Начало партии было за Мигана Конголасами. Но сейчас уже. Важно выдержать концовку, конечно. С диагонали. Очень хороший пас. Волна была. Центральный блокирующий поднимался. И диагональный завершил атаку. По диагонали и забил. Отведенный мяч. Это его работа. Тимур Прохоров тем временем подает. Короткая атака у Амги. И Михаил Терентьев, к сожалению. Вау, вау. Тоже по темпу. Ну, по темпу как раз нормально. Может, не закрыл просто удар кистью. Пока отрыв сохраняется, хотела бы я сказать, но ошибка на подаче. Не вынужденная ошибка. Конечно, подольше не хотел туда попасть. Но усложнял. В поле не усложнял. Просто, ну... Ну, в начале партии рискует, ребята. Да, рискует. Да, рискует. Выбивающая такая подача. И импровизированная получилась комбинация. Повезло сейчас команде Мигана Конголасского района. Или, может, это была скидочка от Василия Фанасьева. Такая коварная. Связка Мигана Конголасов имеет очень хорошую технику. И вот все вот зонные атаки темповые первым темпом, да, они мячи уходящие в сторону, чтобы, ну, избежать ошибки. Да, вот зрители, посмотрите, Александр, могут поинтересоваться, кто же это такой высокий, красивый, перспективный номер 15. Это у нас Анатолий Макаров, родной брат нашей Олечки Макаровой, которая в сборной МГИ один играет. Семей оба. Брат и сестра играют за сборную. Анатолий Макаров сейчас, по нашим сведениям, играет в Новосибирске. Да, он сейчас окончил учебу, получил высшее образование и вернулся в родные пенаты. Очень сильно подкачался за время игры в Новосибирске, говорит Александр Иннокентьевич. И говорит, это наше секретное оружие наше. Да, да, да. Посмотрим сейчас в деле. Александр-то очень хороший стратег, он этим известен. Они стратеги, наверное, уже строил с намских игр. Амга является действующим победителем, чемпионом спорта-кеда народов нашей республики. И тогда в упорной борьбе, в финале, как мы помним, тогда играл ветеран среднего поколения, как Илья Филиппов, Владимир Окуроков, Дмитрий Никифоров, вот Емельянов Сергей был. С того состава сейчас, да? Да, и Павел Глухарев был, но он выходящим разыгрышным игроком был. А сейчас уже главный игрок, можно сказать, от его игры зависит. Но Павел... Егор Глухарев. Егор Глухарев. Егор Глухарев. Ну, и если эмоционально он выдерживает нагрузки, тогда он очень добротные матчи делает. Но бывает, что Егор иногда подводит эмоции, когда игра... Ну, собираться умеет, и Александр в этом поможет. Ну, единственное, что у него совсем не было сборов. Он только с работы чуть ли в день игр приехал. С листа играет, да? С города Якутска, да. Поэтому только на багаже, что называется. Ну, 13-11 уже. Меганцы дебют, вышли вперед, и в середине первой партии еще впереди. Выдерживают пока ребята. Тренер Семен Афанасьев, сам тоже в недавнем прошлом неплохой волейболист. И очень много представителей Бедеминской школы волейбола в команде Мегина-Кангаласского района. Но счет тем временем у нас равный. 13-13. Да, нелогичный розыгрыш был. Мяч, расход мяча был случайным. Опять вот невынешно прижали. В сетке, да? Да, прижал в сетке. И впервые в этом первой партии Амга выходит вперед. 14-13. 14-й мяч за счет плохого приема. Теперь уже Мегина-Кангаласы берут перерыв. Видимо, ребята слишком ставили акцент на свои атаки, что как-то вот упустили момент в приеме, да? Чистосердечное признание от Михаила Терентьева. Амга недовольна своей игрой и коррективы вынесли. Вы в прямом эфире услышали, о чем шла речь. И подает Амга. Доводка очень хорошая у Меганца получилась, но блок, коллективный блок. Тут Павел поднимает до игровщика, но Либерат справляется с этими атакующими действиями. И перевод по линии очень хорошо сыграл. Да, скидочка была с драйвом за спины. И не удалось тут подстраховать своих блокирующих. Анатолий ждал, но он чуть-чуть место выбрал. За три метра линии нападения не успел. Вот Игнатий Прохоров на ваших экранах. Лидер вчерашних атак Мегинского Луса. Есть прием. Зонная атака, прострел к столбу. И тут на силу, да, Бочкарев бил, чтобы от блока отскочил именно ваут. Василий Афанасьев по росту чуть уступает. Высота блока. Да, через низкого блокирующего. Егор Глухарев. Это династия Глухарева в нашем волейболе очень известная, легендарная мать. Заслуженный тренер. Отец представляет третье поколение волейболистов Амги. Не зря Александр все время называет его Павел. Да, Павел Глухарев, да. Чуть младше меня, но... В свое время, да, тоже один из сильных игроков. Да, вот не хватает чуть-чуть точности приема Мегина-Кангаласов, да. И приходится все время придумывать что-то. Переходящие мячи очень высокие. Связки не удается доиграть этот мяч до доигровщика или организовать атаку. Вот опять. Но скидочка получилась. Ну, хорошо, что так получилось. Не от жизни хорошей, да? Да, могли поднять там гинцы. Ну, слегка можно... Егор опоздал, да, по месту чуть-чуть... Отвод мяча был метр от него и не сумел поднять этот мяч. Тоже зонная атака. Первый темп. Полупрострел. Мяч высокий. И даже... Прекрасный взлет. Да. Василия Бочкарева на ваших экранах был. Восемнадцатый мяч до пола забили амгинцы. Ну, начинается игра сейчас. Вот, ребята, видать, в самом деле, внутреннее вот это... Волнение, да? Ну, пробудились, наверное, скорее всего, да. Вчера открытие было прекрасное. И... Ну, выше блока совсем уже. 19-15. За счет ошибки соперника в реку и мяч в омге. Мегин и Конголаские волейболисты усложняют себе жизнь. Сейчас надо было сняться вот с приема. Да, вверх и мяч был. Здесь время было для позитивного приема, но пальцы, пальцы. Петр Андреев пока не может нащупать свою игру. Нет, мяч чуть-чуть нырнул, он не успел. Все-таки прямая передача, подача была, но, видать, пошевелился маленько, да? Не ожидал, что он нырнет. Ну, конечно, все мячи с вращением летят от Ангинцев. Вот хороший прием. И сразу вот так и надо было принимать. Тимур Прохоров. Метр уверенно сыграли. У Тимура 203 сантиметра роста написано. И это даже выше, чем за Усаев Никита в городе Якутске. Вот надо будет рядом с ним пройтись. Прочувствовать 203. Волитбол у нас в Якутии сейчас добротный. Во всех командах есть игроки, отвечающие стандартам, да, игрочкам, да. Высоким силам мяча, ребята подвижные. Ну, 203 сантиметра – это рост сборной России, достойной сборной России. Там на доигровке ребята со 193-мя играют. К сожалению, у нас профессиональная команда по валютболу есть. У нас в основном полупрофессиональные и любительские есть. Команда и валютбол у нас в республике является по массовости номером один. Играет очень много команд. На каждом селе есть костяк энтузиистов, любителей валютбола, которые вокруг себя собирают и ветеранов, и молодежь. Ну, как я считаю, что волна вот спада валютбола сейчас прошла, сейчас валютбол на подъеме. Благодаря детям Азии, где есть валютбол в основной сетке, да, вот Спартакеаде, вот Сахаве, городской лиге. Каждый год появляется новое соревнование. Есть очень много памяти спортсменов, выдающихся наших волейболистов. В каждом районе, Луси районе, пляжный волейбол вдобавок, да, сейчас тоже мы по детям почти лидеры в Дальнем Востоке. Появилась возможность несколько, ну, хороших тренеров детских. Максим Амосов, Павел Глухарев, Света Мура, Светлана Муратова, Ассен Серждерготов, да, в Рисканамсах после Спартакеада появился республиканский. Специализированный в США, и вот, конечно, дело решает. И уже дал иллюстрацию, воспитанник этой школы, выходец в Чировщи Попов, то является членом сборной Дальнего Востока. И, как говорится, центральный, блокирующий очень молодой человек, который, ну, мы все надеемся, что он попадет в профессиональную команду. Ну, громко не будем говорить, пожелаем успехов, да? Сейчас как раз наступает то время, когда мы уже пожинаем плоды всех первых детей Азии, да? Да, да, да. И можем... Можем сейчас... И Амгас сейчас, ну, в концовке первой партии с очень добротным гандикапом впереди. Вот это была классная атака с диагонали в исполнении бегинских волейболистов. Неожиданно для амгинского блока центральный блокирующий просто не успел перестроиться. И на подаче игрок под номером 3, Джулус Варламов. Всего две мяча отделяет от победы первой партии Амги. Но мегинцы не согласны. Мегина Конголасу с эйс. С подачей выигран мяч, 20-й. Ну, в игре еще. Мегинцы еще в игре. Здесь в концовке бывает, что... Психо-эмоциональное состояние команды. Ну, чувствуются игроки, что близость победы, да? Скидка в котел спокойно. Вот это... Очень такая вышибающая ошибка в психологическом плане. Либера ошибочное место. Да. Ждал отведенный... Ну, защитный блок, отведенный мяч. О-о-о! О-о-о! Молодец-то какой, а! Повезло сейчас с отскоком. У нас... Василий Афанасьев на одиночном блоке с разворота. Без нарушений правил. Очень грамотно поступил. Ловит Бочкарева. 21-24. 24-21-24, но... Эйс! 22-24. Да, вот высота, неудобная высота. Помешала... Полеты мяча помешала Амгеза. Игнат Прохоров. О-о-о! 25-й мяч. Ошибка в подаче мяча. И первая партия 25-22. 1-0. Ну, первый шажок маленький, да, так скажем. Первая... Ну, одну партию взяли, но... Сегодня с утра настрой у Мегана Конголасов позитивный такой, да? Амгенцы нарушили свою негативную традицию проигрывать первую партию, да? На счет игры на подстраховке Александр Иннокентиевич. И заметка в этом. Ну, дорогие друзья, у нас состав... Егор Глухуроби, это капитан команды и связующий игрок. Айтал Григорьев, Семен Ефимов, Нюргун Иванов Либера, это лидер защиты нашей республики. Лучший Либера нашей республики. Мечил Неустроев, Сергей Емельянов, ветеран в этом составе. Центральный... Иннокентий Романов, Василий Бочкарев, Михаил Николаев, Михаил Терентьев, Филипп Стручков и Анатолий Макара. Перед вами состав Мегана Конголасского района. Василий Афанасьев, капитан, связующий. Тимур Прохоров, самый высокий игрок, центральный блокирующий. Джулус Варламов, Петр Андреев, Егор Винокуров, Иннокентий Андреев, Николай Павлов, Владимир Горохов, Игнатий Прохоров, Валерий Анеустроев, Максим Попов и на позиции Либера Аял Аргунов. По составу, состав изменился у АМГИ. Пять лет назад, как я уже говорил, АМГА имела особенно доигровки лидеров республики, это Филиппова Илью и Округова Владимира. А сегодня в лидирующем положении у нас, как я уже сказал, лучший Либера. Защита усиливалась и появился вот эта диагональ Анатолия Макаров, возмужавшись, имеющий школу. Взял опыт в новосибирской школе волейбола, ну и доигровщики очень добротные. Командная игра АМГИ всегда была такая технико-тактическое действие всегда на месте. Никаких провальных позиций, да, всегда? Да, да, да. И Бочкарев Василий, вот смотрю, очень прилично прибавил на коротких пасах в темп с Гошей Глухаревым. Очень хорошо попадают. В центре сетки. Да. В основном, да? Чуть-чуть отведенный. Еще мы пока не видели, да, передачи за голову. Ну, первая вот ошибка была, низковат был и диагональный АМГИ ошибся, все в сетку. А, потом... После этого, да, Егор не стал грузить его. Не стал рисковать, стал работать на результат. Да. И вот высматривает слабую позицию Мегинцев. Гоша Глухарев. И правильное решение было. В этом положении, ну, только так можно было выиграть этот мяч. Вот противоядие, да? Ну, тут чистое введение. В противоходе поймал Башкарева. Пальцы центрального блокирующего, да. Он видел, зрячий мяч был, добротный. Если в нападении игра не идет, можно и такие мячи. Победный мяч, он всегда победный, очко это. Классная комбинация. А мы играем до 25. Классная комбинация в исполнении волейболистов АМГИ. Все как по нотам, по клавишам. И Айтал Григорьев на подаче. Посмотрим, что подготовит Василий Афанасьев. Да, остается. Ну, иногда можно и так выиграть. Перевод был по линии очень классный. Кисю до игрушечка. Смотрите, вот высокий мяч. И Кеша Романов не может понять, как это он. Оставили они, да. Не успел было сместиться к контенне. Была почти метр. Нападение это всегда видит. До игрушечки люди быстрые. Очень быстрые реакции мышления. Спонтанные, да. Вот уже. Без атаки. И спокойненько надо было закрыть кисти. Мигана Кангалас перешел на осторожную игру. Без силовых перешли вот. Сейчас они вот такая. Вот и выиграли. Они вот возвращали мяч. Вроде бы очень спокойные мячи, но в те углы, места, площадки, где игрокам приходилось добираться. Да, движение. А в движении всегда, ну, мгновение же ошибиться. Нету приема. И сетку, да. И как следствие скомканная атака у Амги. Мегинцы пока идут вперед. Ну, картина повторяется. Второй партии 4-2. Мегана Кангалас впереди. Два береговых мяча. Ну, в равной борьбе это может в концовке сказаться. Психологическое преимущество, да? В спокойствии. Просто, ну, в Оленболе сейчас атака сильнее, чем защита. Сняться проще при хорошем приеме. Конечно. И в концовке обычно подающие страхуются. Высокий мяч. Да, вот это игра. До игровщика у нас Анатолий Макаров. Лиша Глока. Высота съема мяча позволяет. И восьмой метр в пятую зону. Это мертвая зона считается. В принципе, защита здесь далеко. На равенство. Есть приемы. Вот игра. Мегана Кангаласа. Каждое поколение баллистов Мегана Кангаласа старается играть вот в быстрой вот такой зонной атаку, в центре сетки. У них обычно высокорослых игроков, как сегодня. Ну, сегодня 2-3, да? 2 метра, 3 сантиметра. Есть игрок, но... Это наш зять. Находка для нашей команды. Нет, площадке мяч. 5-3. Да, Егор Глокарев доверяет Анатолию Макарову. И он свою работу до игрушечка делает очень позитивно, добро. Свои мячи вот одну только ошибку допустил за две партии и все вот 80% забивает. Это хороший результат. Еще раз. Третий раз, но... Левой рукой удалось, сейчас не удалось, на правую мяч получить. Ну, заметно, что в коллективном движении вот Амга в этом эпизоде оставила полплощадки, да? Шесть игроков скопились ближе к первой судье. Это мегинцы увидели и выиграли мяч. Ну, это важно тоже увидеть своевременно. Да, да, да. Вот, уважаемые ветераны спорта у нас на трибунах наблюдают за волейбольными играми четвертьфинала. Напоминаю, у нас идет первая четвертьфинальная игра, встреча между командами Амгинского и Мегина-Кангаласского районов, где проигравший выбывает, а выигрывавший попадает в полфиналы. И уже практически на медали, да, будет играть. Сейчас... Как сказать, четвертое место без медалей можно... Ну, на 75%. Самое обидное место. Ну, и в середине сетки, пятое, восьмое место, обязательно будут игры очень напряженные, потому что у нас идет спартакиада, у нас 16 видов спорта. Каждое место для сборной Улуса это важно. Поэтому борьба будет за седьмое и за пятое место. И за девятое даже сегодня мы увидим борьбу, полагаю. А тут одиночным блоком... Да, да, да. Ну, прыгали двое, но поймал Михаил Терентьев. Что-то сегодня Либера допускает чуть-чуть маленькие такие погрешности. Да, сегодня Айал Аргунов до своего уровня не дотягивает, потому что он обычно едва ли не самое сильное звено в сборной Мегина-Кангаласского района. И сейчас, думаю, уже по ходу игры раскроется. Будем надеяться. Связующие игроки, Егор Глухарев, уже нагружает только доигровщика Анатолия Макарова, а Василий Афанасьев только центральная блоку. Перешли в простую игру. Видать, ответственность огромная. Нащупали, да, где можно... Ну, в экстремальных ситуациях наигрывают только то, что всегда получается, да, свои сильные стороны. Да, вот если сейчас прием появится, позитивный прием появится у Мегинцев, да, вот игра равная, абсолютная равная игра. Только за счет собственных ошибок первую партию отдали Мегинцы. Ок, скидочка не прошла. На этот раз просчитали. И вот... У-у-у-у! Да-да-да! Зрячий перевод! 15 сантиметров! Исполнение, да? Исполнение игрока! Ну, молодец, Василий! Находит нестандартные решения, и это в концовке должно во что-то вылиться. Да, ну, ниже троса был мяч, пришел... Опять наказ, здесь трудно. Емельянов... Очень красивый волейбол. Айтал Григорьева... Мы с вами наблюдаем... Быстрый, да? Очко от Максима Попова. На доигровке пробивает двойной блок Амгинцев. Блок Ау. Ну, второй у нас доигрывщик Айтал Григорьев пока не сильно загружен, и вот иногда... Можно неожиданно на него давать, да? Да, да. Сейчас пас из глубины будет. Попробуй... Попробуй ударить. Долгие розыгрыши. Веган-сайп, вот, да. Вот, излюбленный центр сетки, метр. И первым темпом... Ну, в современном волейболе в нашей республике одиночный блок это почти не защита. Все нападающие умеют кистью работать, отводить мячи и правый налево, спокойно. Ну, тут Айтал Григорьев не успел пристроиться к своему центральному блокирующему. Но сейчас сам в атаке. Айтал Григорьев, но... И опять, опять через центр коротким пасом. Страховка есть. У-у-у! Да, ошибка. Ошибается, перекидывает высоко в контейнер мяч, и нападающим некуда было деваться, да? У нас Винокуров Егор не смог. Ну, да, мяч был уходящий. Ну, не достать было слишком сильно. Егор Глухарев, его подача мы видели, что Миганцы испытывают очередной раз отведенный мяч, доигровка. Углом назад, Ангинцы быстро устраивают защиту, это помогает. Мяч возвращен. Вторая доигровка, и тоже возвращается в зону атаки первым темпом на метр, и это переносит плоды. Все мячи в нападении выигрываются с центра сетки, да? Второй номер у нас, который самый высокий. Тимур Прохоров. Тимур-то, конечно, с его ростом, геогабаритами, антрометрическими данными, да? Да это грозное оружие. Вот это совсем ненужная ошибка, к сожалению, на подаче. Но сейчас зато будет возможность для атаки у Мегинцев. Айтал Григорьев. Посмотрим, что решит со своей подачей. Мегинцев попереди еще. Ну да, два мяча. Ну, первая партия показала, что это еще ничего не значит. Да. Ну, очень простой нас детскую, ну, как бы, невынужденная ошибка игрока. Сам себе, да? Карает за эту ошибку. И на равенство, да. Простая подача. И... О, ну поймали, наконец-то. Ну, пристроился, да. Время пришло. Трое. Вот самая высокая линия у Амги на этой расстановке, да? Романов, Емельянов и Макаров. И ждали его. Прям тройным блоком. 11-11. Пока мы не видим комбинации эшелона, да? Со второй линии атаки. Да, что-то сегодня Василий чуть-чуть перекидывает мяч. Да, игрочки не достают. Он сам все прекрасно понимает. Уже в Амга, как в первой партии, выходит в середине партии с Гандикапом в один мяч. Да, уже наступает им время, что называется. Пробивается блок. 12-12. Наконец-то диагонального, да? Молодец, Егор Винокуров. Один из самых высоких игроков нашей балетбола 2 метра 3 сантиметра. И подача была, видать, затруднения какие-то. Вот тут просчитал блок действия Глафарева и ждали на диагонали. У высоких игроков планер с высоты, она непредсказуемо почти летит. Вот тоже трудности. Отчаянно бросились в защиту, да? Палочка выручалась к Анатолию Макарову. Удар такой силы был, что... Хотя игрок защита был на месте, но не получилось поднять этот мяч. Команда помогла ему. 13-13. Сергей Емельянов. Чемпион спартакиады в прошлой. Самый титулованный, да? На площадке. Сергей очень известный волейболист в нашей республике. Семей, семья волейболистов. Жена Таяра Емельянова тоже играет в первой команде Амги. Ну вот, Анатолий как машина работает, да? 2-3. Ну, ему дают перерыв в 2-3 розыгрышах и загружает тоже. 2-3 раза подряд. И это приносит плоды 14-13. Ну, это, видимо, подсказки от тренера, да? Чтобы... Да, Сергей держит подачу. От него ждать ошибки меганцев не получится подарок. Подарка не будет. Лучше с ним принять и организовать собственную атаку, которая принесет и радости побольше, и очка. Василию Афанасьеву надо маленько коллективы перенести, потому что до игровки мячи закидывает маленько. Вот мы уже все понимаем, видим, да, что уже игра умов идет. Не столько нападающих, сколько связующих. Ну, и первая комбинация, ашелонированная атака. И обманули же. Вот поднимается и... Вот, наконец, волна заработала. Да. Пошли вторым темпом завершать. Сейчас побольше бы таких... 14-14. Вторая партия, первый четвертьфинал. В ОМГе болитболистам двойная ответственность. На родной земле, родной зал. И я точно уверен, что среди зрителей вот... Родные, любимые друзья, товарищи, одноклассники. Слушайте, сейчас все в напряжении. Сейчас вот психологический момент. В этот отрезок времени вот сетку ударил. Но сейчас надо быстро мегинцам собраться. И не упускать. 2-3 мяча упустят. Трудно будет. Чем выше уровень волейбола, тем больше цена одного мяча, да? Получается. Есть прием. И грозное оружие. Игнат Прохоров. Игнатий Прохоров. В нападении сегодня... Мастер спорта РСЯ по национальным прыжкам. Видите, да, как отталкивается на взлете. И как все над чистой сеткой вывел его Василий Афанасьев. 16-15. Впереди Мегин и Конголазский район. На одну очко. Еще судья. Аут. Аут. Да. Дождались мегинцы. Первые ошибки Анатолия Макарова. На доигровке мяч. Очень мало брака, да, в игре Анатолия. Да. У всех игроков Амги вынужденных ошибок, не вынужденных ошибок мало. До пола. Анатолий два раза. Ну, говорят, снаряд два раза в одну воронку не падает, но Анатолий Микитов летят. Реабилитируется. Реабилитируется. Восьмой метр. Пора защитить что-то предпринимать. Мегина Конголазский. Молодец Анатолий. Половину мячей почти жарова. И ваут. Да. Не характерно для избыток. Адреналин. Скачет адреналин. Или сессобиение у него подвело маленьким дать. Пульс был слишком повышенный. Нюргон-то... А вот. Вот какая темповая атака хорошая. С хорошего приема Егор любую комбинацию сотворить может. Это мы знаем. Через затылок, да? Как будто стоит и смотрит, куда летит мяч. На самом деле все на чувствах. 17-18. Нарабатывается в тренеров. Почему-то меняет. А, в защиту. Учление защиты. Мячил не устроив. Тоже участник игр Детей Азии 2008 года. Сейчас будет... Терентьев подавает. Анатолий Макаров пока. Пусть отдышится. Ну, Александр Романов почувствовал, что перебозбуждение маленькое. Ошибка-то доказывает подачи. Нехарактерная для доигровщика. Они доигровщики очень координированные ребята. Обычно ошибки допускают центральные блокирующие, да? И их обычно на подаче меняют. Да, меняют. Вот Максима Попова на подаче меняет. Пошла тренерская игра. Ну, счет равный. Джулус Варламов. Балетбольный счет. 17-19. И мегинцы по всей вероятности хотят в эту партию взять. Ну, и первую партию они, видимо, считают упущенной, да? Да, да. За счет своих ошибок проиграли. Дебют на партии был за мегинцами. Игра идет, но... Хороший по силе был удар, но блок справляется. Вот это совсем не кстати скидка получилась. Ай-яй-яй. Хороший удар накатом. Лейбера здесь тоже углом вперед. Защита была выстроена, и я не зашел слишком за... Ну, ждал, но перешел эту линию. Или, может, заслуга это скидывающего игрока тоже на противоколаде. Между игроками, да, скидывают, чтобы там неразбериха вышла. 19-18 на равенство. Здесь съем должен быть. Ну, да. Ну, вот. В любой непонятной ситуации давай Прохорову Тимуру на короткий, да? Сейчас это спасательный круг. Это очки переносит, мячи переносит. Работает? Да, работает. 20-18. Хорошая подача была. Амга остается без атаки, но... Лейбера. Тут даже сложно сказать, атаки опаснее или скидки от Амги, да? Вот как разглядели-то. Кто это у нас скинул в мертвую зону? Да. Здесь просто команда не помогла. Мы ждали, что мяч Лейбера отправит в связки. И здесь очень внимательно должны были, доигровщик должны были страховать. А Лейбера там едва успевал. Есть подача. Диагональ подключает Мегинцы, но блок цепляет. Отличная игра на защите. Надо сейчас уже сняться. Вот так, например. Нет, нет. Просчитали комбинацию. Ждали это. Да, потому что это обычный ход Мегинский. Молодец. Айял Аргунов у нас. Анатолий Макаров. Ой, а что там случилось? Мяч площадки показывает. А, кос... Мяч площадки. Он поднял-то. Он уже и группы просчитал Анатолий Аргунов, но команды пока ему вот защиты не помогают. Командного движения, команды самостоятельно, страховки пока нет у Мегинцев. Но счет 20-20. Но догоняющему всегда комфортно в психологическом плане, да? Давайте, ребята, выстоять нужно, выстоять. Это для Мегинцев. Но амгинцы за счет класса могут взять вторую партию, но концовка всегда непредсказуема в волейболе. Даже профессиональный... Ну, настоящий волейбол начинается после 20 очков, да, как говорят? Да, да, да. Но мы помним лондонскую игру нашей сборной России, да? Одно изменение. Мусорское вытащили в диагонали. Все пошло наперекосяк, да, у бразильцев? Сейчас игра тренеров идет. Сейчас Айтал Григорьев. Сегодня он на подаче не ошибался. Или ошибался. Есть прием. Молодцы. Вот какой, ребят, кураж. Качественный пас был, да? И Петр Андреев наконец-то добивает. Это второй мяч, мы помним, Лёске и Куполине. 21-20. Да, в самом начале. Попов, да? У нас... Прохоров. Прохоров. Тимур Прохоров. 98-го года рождения. Да, не рискнул. Есть... Ай-яй-яй. Это движение воздуха, наверное. Он поменял позицию подачи. Подавал с первой зоны. Но решил с пятой зоны по диагонали 5-5 сыграть. Но там и мяч улетает в аут. Обратная двойная замена. Возвращаются игроки основы в команде Мегина Конголасского района. И Егор Винокуров на подаче. Без права на ошибку. 22-21. Зрители вот потихоньку заполняют все свободные пространства. И Анатолий Макаров. Секретное оружие Амгинского района. На последней республике он не смог попасть в команду. И сейчас... Для зрителей он... Впервые. Прямолинейная игра, но... Высота чьего мяча позволяет Анатолию забивать. Пятую зону по ходу свое движение. Но сейчас аут. Нет касания блока, да? Досадно. Он ждал, но чуть-чуть. Опять повторяется картина. Первая партия. Но по качеству волейбол, конечно, во второй партии это вообще... Класс. Ну, я считаю, что мягинский настрой вот это... Ну, а мгинцы пока поймали свой настрой, свое вот это состояние. Игровое, да? Да, поэтому особых криков, подбадриваний со стороны тренера не слышим. Ребята уже вот на балансе. Аникентьев Романов стоит. Родной сын Александра Аникентьевича Романова. Тоже семейный подряд, да? Да, вообще. В 12-ти. Наказ здесь, ну, спокойно. Табирейковый мяч должны взять. Молодец. Айял. Айял угадал. Ну, уже второй раз, да, поднимал. Скидочка. Не стал. Потолок. Да ты что! Касание потолка, что ли? Аут. Это вообще небывалый случай здесь, в этом спортзале. Потолки очень высокие. И первый сетбол Амга подает 24-22. И надо же такому случиться, что именно сегодня. Кеша, держись. Просто. С такой подачей. Блока не было. И это означает 2-0 по партиям. 25-22. Амгинские волейболисты пока по своему намеченному курсу. Касание антенны, по-моему, слишком перевел по линии. Пока у нас 2-0 по партиям. 25-22. Счет во второй партии. Очень похожий сценарий в двух партиях. Начало и середина лидирует Мегиноконголазский район. А в концовке они практически упускают победу. Это на классе Амга. Да, и в концовке класс всегда проявляется. Проявляется. И вот выучка, командная выучка. И вот... Школа волейбола. Мы же не раз говорили, что это игроки Амгинские с детского возраста. Сборники, да? Они прошли несколько хороших, добротных сборов детям Азии. И сейчас эта концовка, она даёт плоды. Любой труд, любой труд, который вот выучка, она всегда в нужный момент. В нужный момент. Ну, решающая партия сейчас для Мегиноконголаза, потому что они могут попасть в середину таблицы. Им только будет возможность за пятое место бороться. А там тоже не подарки. Думаю, да, там разъярённые тоже придут, потому что у нас список полуфиналистов очень внушительный. Кроме Амги и Мегиноконголаза, это Намский, Якут, Чуропчинский, Олёкминский, Усть-Алданский и Ленские районы. Все сливки республиканского волейбола, весь свет, что называется. И дальше будет только сложнее. Каждая игра. Ждём от Мегина Конголаза хотя бы одну победу. Подвига Ильи. Да, подвига Ильи. Опять вспомним. Молодёжь сейчас говорит, да? Сверхусилие надо для Меганса проявить, чтобы сломить сопротивление сборной команды Амги. Ну, родные стены. Им двойне трудно. Надо и зрителей успокоить. Очень силовой игрой или коварными действиями своими, чтобы споров не было. У нас 14-й номер. Максим Попов на подаче. Третья партия 0-0. Первая четвертьфинальная игра среди мужчин между командами Амгинского и Меганголазского районов. Ошибка нападения. Несколько слов о Максиме Попове. Сейчас Максим проходит школу, тренерскую школу волейбольного клуба «Сергалях». Ну, многие лидеры нашей республики прошли через университетский волейбол. Там работает у нас Семён Собарайкин. И каждые 4 года у него поколение волейболистов, да? Которые потом становятся неизменно лидерами по волейболу нашей республики. Филипп Стручков тоже с Катей проходил через университет. Тоже участник игр «Детей Азии» 2008 года. Тоже семейный подряд, как бы сказали. Сестра Аина Стручкова-Данилова сейчас в команде Амги по пляжному волейболу. Татьяна Стручкова в команде Амги-2 среди женщин по классическому волейболу. Да, можно сказать, что волейбол и... Три вида волейбола, да? У нас представлено 16 видов. Это у нас волейбол сидя, пляжный волейбол и классический волейбол. Ну, очень... Для нас, людей, которые имеют отношение к волейболу, это очень радостно. Конечно. Да, вот пляжный волейбол первый год. И там тоже игра очень такая. Там очень много команд. 31 команда и 30, по-моему, если не ошибаюсь, среди мужчин и женщин. Но наши коллеги, надеюсь, это все покажут, все расскажут. Но у нас классический волейбол. Пол первый четвертьфинал играет сборная команда Амги. Действующий победитель спортикеда народов нашей республики. И сильнейшая команда заречных улусов Мегина Конгаласа, которые сопротивляются до 23-го мяча и опускают, отдают победу. Вот мы видели две партии, очень похожие. А сейчас, пока уже с самого начала, Амга берет в свои руки игру. Мегинсам надо позитива, креатива добавить в атаки, потому что они играют зону нападения первым темпом. Ну, почти постоянно, да? И вот с краев сетки и диагональные, и доигровщик мало загружены. Но они работают на блоке основном. В нападении у них работы нет. Вот первый раз и... Неудачный. Застаивается, они вот темп залезают под мяч. И здесь вот очень, ну, как прижал Василий мяч к сетке. И некуда было деваться. Грамотный блок и все. И шифра впала 5-0, уже Амга впереди. Ну, ребята не могут отойти от первых двух партий. Все, не могут себе простить, как они опустили свои возможности. И понимают, что Амга не прощает. Вот уже 6-0. И, наверное, надо как-то сбить. Перерыв надо, наверное. Да, как-то. Тренерам надо меганцев контромеры принять. Потом догнать это в балетболе. 8-9 мячей почти не отыгрывается. Мяч Либера должен был поднять. Видимо, трос вмешался или что? Мяч направление поменял. А Ругунов-то уже двигался. На скидочках. Ну, здесь ошибка построения коллективного блока. Диагон Аэй центральный опаздывает. И вот видите. Да, как раз через Терентьева. Мяч заработал меганок Англас. 2-7. Давай Тимур Прохоров. Хорошо. Вот. Брейковый мяч отдают. Надо было атаку организовать. Но в калитку старался Василий скинуть. Но там был на чеку игрок Амгинского. Итого вот. Восьмой мяч в пользу Амги. Розыгрыш длинный, но без атаки. Поймали в блоке и все. 8-2. Ну, что-то у нас на страховке сегодня. Меганок Англаский. Район сам на себя не похож. Да, да, да. Вот. Нехарактерная черта. Ну, такие мячи у меганцев никогда не... Мало падают. Аут. По длине мяч уходит в аут. Третий мяч за счет... Подарок. Мы в простонародье, да? Да. Ну, в волейболе, в партиях, в среднем, ну, такие невынужденных ошибок. Возврат подарка. Очень вежливые ребята. Но в спорте ты таким вежливым не надо быть. Девятый мяч отдают. 9-3. И... Анатолий Макаров. Мне кажется, что он после этой игры еще популярнее станет в родной Амге. И в родной Покровке. Хорошая атака. Перевод по линии. Прямая замена на защиту. Николай Павлов. Уроженец. Вот сразу три раза заметили, да? Что в защите неполадки и меняет игрока. Ну, надо было чуть подальше, под линию, под девятый метр. Нет, я думал, что Василий-то, оказывается, осознанно к сетке дает мяч, чтобы доигровщика через блок играли. Видать... Установка такая может быть? Установка такая, чтобы они не забивали до пола, а именно через блок. Ваут-блок или ваут. Невероятные эпизоды в защите показывают. Вот, видите. Ребята Мегина Конголасского района. И в четвертый раз. Четвертый раз вести не может, к сожалению. Защита была выстроена углом назад. И... Без блока совсем делать нечего. Почему Игнатий Профоров не прыгает на блок, пока не ясно. Да и Максим Попов там на подхвате должен был быть. Ну, а пока 10-4. Такая в Терентьев. Но это он возмужал. Вы не думаете, что он еще крупнее был, но он возмужал. Я думаю, что на четверть центнеров, на 25 килограммов-то он стройнее стал. Но он молодец. За родной луз. Эти ребята отдадут все. И в 35 лет, да? Да, в 35 лет. В 35 лет волетбольный возраст сейчас. Мы даже... Это ветеранский возраст. Да, это у нас и профессиональная лига очень много джима играет до сих пор. Сколько тетюх не играл. А, я про якутский волейбол. А у нас... Ну, что, за Усаев играет, перепелица играет. Батура только не хватает у города Якутска, да? Им далеко за 40, наверное. Ну, Сергей Емельянов тоже возрастной игрок. Возраст не помеха. Сейчас современные условия тренировки, питания, медицинское обслуживание. Можно держать ее форму до 40 лет спокойно. Ну, это для профессионалов. А наши-то все госслужащие, работающие, семья, дети, дом, хозяйство. Ошибка в нападении. 10. Ну, да. Уже в игре 7-10. Очень сильный. Нет, нет, мяч поднят. Нюргун возвращает его. Ну, сейчас Брейкова так. Ну, вот это совсем ненужное действие было. И вдобавок касание сетки, что ли. 11-й мяч. Блокаут определяет. Первый судья. А, в антенну попали, да? Егор Глухарев. Тяжело Мегинцам. Есть атака, но перевод по линии там легко было. Защит, сыграть в защите. Диагональ поднимает Егор. И... Опять потолок. А что там висит вообще? 12-10. Мяч уходит по высоте. Это вентиляторы, да, видимо? 12-7. Егор Глухарев. Вторая подача. Мяч в игре. И с диагонали восьмой номер у нас Иннокентий Романов с накатом зарабатывает. Одиночный блок и через пилетель, ну, по ходу спокойно в шестую зону накатывает. И 13-й мяч нападения получает Амга. Вынужденный перелив берет Мегина Конголасы. 7 мячей. 6 мячей. 6 мячей остают. Еще подача. Ну, чуть... И может сбить, да? Чуть было не выровняли игру. И счет, да? И потом опять... 10-7 было. 6-0 было. Потом 10-7. Настрой Филиппа Стручкова, да? Ребята хотят с малой кровью выйти и готовиться к завтрашней игре. Полуфинал будет намного, намного сложнее. Егор Глухарев на линии подачи. Нацеленная подача. За счет ошибки Амгинца, восьмой мяч в пользу Мегина Конголаса. Есть еще возможность для того, чтобы догнать, сравнить и попытаться выиграть третью партию. Потому что это уже последняя партия, может быть, третья. Амга может уже в активе иметь две партии. И попытается всеми силами завершить этот матч. Вот Мегина Конголаса. Построение блока по месту ошибочное. И... Либера ждал по ходу чуть ближе к сетке, а мяч-то падает в шестой метр. Это означает, что блокирующие оставили достаточно пространства, чтобы развернуть так мяч. Очередной мяч Иннокентия Романова с диагонали. Он легкий, да? Вот он. Он очень зрячий, кумный волейболист. 15-8. И с Гошей в связке лет 7, наверное, уже. Чувствует друг друга. Эйс. Переслини подачи переносит 18-й мяч. Гандикаб уже достигает 10-8. Здесь можно... Критического... Да. Критических цифр, да? Для Мегина Конголаса. Да, конструктировать... В спорте нельзя сразу сказать, что... Но я думаю, что 18... 17-8 оказывается счет. А, то-то слишком быстро ушло. 17-8. Берем свои слабообратные. Есть маленькие, ну, там, процентов 20, что... Трос. Меган сейчас проснуться и чудеса начнут творить в площадке. Бывает такое. Уселдан с Ленском играл вот три года назад. Тоже вот 2-0 счет был. И в третьей партии впереди была Ленск. Но у Солданска какой-то ключ нашли. И Чуропча также иногда... Могут, ага, ребята, могут. Отпуская 10 мячей. И потом Альбет Дронников заставляет Лебек пошевелиться. И... Шот 18-9. Сложно было, да? Касание сетки. 10. Да, Глухарев спиной был к сетке, видать. 10-й мяч. Ну, Василий-то может перелом занести. Связки они могут нацеленные передачи. Аут. Аут. Емельянов с Деганали ошибается. Он переводом играл, да. Сознательно играл. Чуть-чуть закрутил. От себя играл. Без атаки Амга остается. Хороший планер от Васи Афанасьева. И... На диагонали там. Смазанная атака была и получает, да? Вот надо было забить обязательно, да, с этой атаки. Да, и Гровщику. Мегина Конголаса. Да. В предыдущем эпизоде мяч был несложный, доставлен, да, силы удара не хватило. И Чулус Варламов. Может, неуверенности. Конечно, при таком счете о какой уверенности можно говорить. Вот еще раз. И на этот раз Джулус реабилитируется. Счет 11-19. Или это был Коля Павлов? Это был Николай Павлов, который из замены вышел на площадку и остался. В локаут сыграл. 12-19. Идет первая четвертьфинальная игра. Мегина Конголаса-Амгинский. И кульминация этой встречи. Третья партия. Добротная атака до Игровщика. Филипп Стручков. Анатолий Макаров в четвертой зоне. Вот. Съем мяча, да? Да, это Анатолий. Очень высокий. Да, очень высокий мяч. В одну точку. Есть позитивные приемы. Хотели тоже сыграть блок-аут, но... Вовремя убрали Амгинцы руки свои. Но Амгинцы без атаки отдают. Часто. Часто без атаки. Перекидывает мяч Амгинцам. А те только это ждут. Рады. И грамотная организация атаки. 21-й мяч в атаке. Иннокентий Романов на подаче. Видите, как... Зрители уже, да, празднуют победу. Скидка по линию. Но здесь это тоже не проходит. А вот здесь вообще... Блок чуть-чуть опоздал. В тапочке в третий метр до пола. Вот, смотри. Много еще ваше метр сыграть, да? Очень красивый волейбол. Красивые удары. 22-17. Остается просто смотреть и наслаждаться четвертьфиналами. Дальше у нас мы покажем игру... Вторую четвертьфинальную игру. Намский город Якутск. Там тоже не хуже картина, если не лучше. Далее покажем Чуропчинский и Олег Минский среди мужчин. Ну, наконец-то, Мегеда Кангала с зонной атакой. Первый метр, да? Метр высотой мяч был. И вот с переводом от себя сверху блока. Через Терентьева сыграли еще 13-й мяч. Всегда надо в балетболе, вот в классическом балетболе, не перекидывать мяч, а стараться нанести нападающий удар. Хотя бы. Мяч игре есть. Позволяет правило играть любым частью тела под пяткой. И вот навыки футболиста помогли Мегану Кангаласову этот мяч выиграть. Вот, смотри. Очень хитро, да, еще. 50 сантиметров отсветки, 50 сантиметров отсветки. Ну, рукой и так не сыграешь. Вот отличное решение от Эмгинского района. Меган Кангалаский справились. Скидка! Переходящий мяч, но поправил. Отличный отрезок проводит Меган Кангалаский район. 15-22, 7 очков. Отошел, молодец. Проблес надежды появляется для болельщиков Мегана Кангаласского района. Коля Павлов. О-о-о, да тут. Пушечный зуб такой был, да? Как вчера в открытии. Фейерверк. Глухой зуб. Анатолий Макаров. Филиппа Стручкова. Ну, Александр уже Романов, тренер Эмгинского. Заслуженный тренер нашей республики дает разыграться. Ну, мало ли что. Надо молодых запасных игроков тоже привлекать. Чтобы они почувствовали дух. Игр, да? Неплохо. Площадки. Площадка. Матчбол. Первый матчбол. 15-10 штук матчбола может произойти, но вряд ли. Такие, да, не отыгрываются. Куча матчболов. Шанс остается, но закрывает. Хороший блок. И напоследок Мегина Конголаса решили... Хлопнуть. Да, громко хлопнуть. Еще порадовать своих земляков. 16-24. Здесь и... Джулус Варламов на подаче. На подаче тоже нелогично. Он хотел, ну, через трос перекинуть. Ну, и все. Эмилиянов, Терентьев, да? Терентьев ставит точку. 3-0 Амга в полуфинале. Первый полуфиналист седьмых спортивных игр народов Якутии. Перед вами поздравляем команду Амгинского района. Тренера Александра Иннокентьевича Романова. Ребят, и благодарим за красивую содержательную игру. Две команды. Команду Мегина Конголасского района. Очень симпатичную команду, которая сумела тоже завоевать сердца любителей волейбола. И пожелаем ребятам остаться на как бы более возможном высоком месте. С вами сегодня работали комментаторы Александр Ушницкий, Татьяна Иванова. Мы еще покажем четвертьфинальные игры. Спасибо, что были с нами на протяжении этих волейбола. И в ютюбе можно посмотреть. И до новых встреч, ребята.